Водитель междугороднего транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров из села Ковчак в унице Пикишинёв, Иван Яков, рассказал, что стоимость рейса подешевела за последнее время. Пару банутся. На пару банутся всё? Да. А как вы думаете? А как вы считаете, в будущем будет ещё дешевле? Не думаю. Почему? Говорят, что война рядом. Поэтому? В Украине, да. Это причина, говорят. Если водитель Иван Якуб заметил понижение цены на проезд в междугороднем транспорте, как оказалось, сами пассажиры этого не ощутили. По мнению некоторых, стоимость проезда подорожала. Я сегодня купила билет дороже, чем на прошлой неделе. А с чем это связано? Я не знаю. Я тоже бескрайно была удивлена. А куда вы едете? Я еду в Кортин. А раньше сколько стоил билет? 38. Сегодня? 42. Задавали вопрос оператору? Нет. Я здесь в гостях. Я приехала, уехала. Только повышается. То есть не дешевеет билет? Нет. Нет. Сколько сегодня стоит? И куда вы едете? Я с Кишинёва еду. В Тараклию. Стоил билет 3 месяца назад 115, а сейчас 125. То есть подорожание подорожание на 10 лей, да? В свою очередь директор филиала автостанции Камрад Чаберлунга Тараклия Владимир Чебан сообщил, что еженедельно по понедельникам цена на пассажирские перевозки меняется. Она формируется по специальной формуле. Формула является ценообразование на топливах. То есть за всю неделю берется данные, насколько снижается топливо. И есть формула, значит, они рассчитывают стоимость проезда за один пассажирокилометр. По словам Владимира Чебана, раньше самая высокая цена за пассажирокилометр на пригородных маршрутах была 1 лей 2 бани, а на междугородней – 92 бани. На сегодняшний день цена за один пассажирокилометр снизилась. Получается на междугородней – 92 бани основного пассажирокилометра на 85 бани за один пассажирокилометр. А на пригородных, соответственно, то же самое. С лей 0,2 на 95 бани на пассажирокилометр. Например, самая высокая цена в Камраде до Кишинева составляла 87 лей. На сегодняшний день есть рейсы, где самая разница в километрах, например, Камрад – Кишинев. Там, например, все рейсы стоят дилет уже 79 лей на Кишинев. Национальное агентство по регулированию энергетики обновило потолок цен на топливо. Стоимость бензина составила 26 леев 60 банов за литр. Это на 19 банов дешевле. Дизельное топливо также подешевело на 16 банов. Литр солярки обойдется в сумму 26 леев 9 банов.